Прежде чем работать с коммутационным оборудованием, необходимо провести некоторые его предварительные настройки. Давайте рассмотрим минимальные настройки, которые мы должны сделать и для маршрутизатора, и для коммутатора. Вот возьмем, выберем маршрутизаторы, коммутационное оборудование, маршрутизаторы, 2811, например. Посмотрим, вот так вот он виден в железном виде, посмотрим интерфейс, вот он загружается. В пакеттрейсере можно конфигурить с помощью как интерфейса у самого маршрутизатора или коммутатора, естественно у оборудования такого нету. Интерфейс КЛИ полностью соответствует интерфейсу терминала. Давайте мы посмотрим, а как собственно мы можем в реальной жизни подключиться к этому оборудованию. Для этого мы возьмем какой-нибудь PC. И подключимся. Можно сделать два вида подключения. Первоначальное подключение это через консольный кабель. Выберем консольный кабель. Тут у нас подключается к RS-232, а тут к консольному порту. Посмотрим, как это выглядит. Десктоп и терминал. Терминал имеет тут стандартные установки как раз для консольного кабеля. Окей. Вот у нас увидели то же самое, что и в КЛИ-интерфейсе. Мы не будем пользоваться настройкой через терминал, потому что не получается у меня увеличить шрифт и не очень хорошо видно. Вместо терминала мы будем использовать интерфейс КЛИ. Но кроме этого, мы можем подключиться с помощью Телнета или СССР. Давайте мы подключим кабель. Поскольку у нас оба устройства являются ДТЕ, одинаковые, то мы должны их подключать к РОССОВым кабелям. Ethernet-1, Ethernet-2. Вот все, подключили. И давайте у PC произведем первоначальную настройку сети. config, fastethernet, статический адрес. Пусть у нас будет сеть 192.168.1, 10-й адрес. Ну и, соответственно, маска, дробь 24. Теперь произведем конфигурацию роутера. Тут нас спрашивает, хотим ли мы запустить визарда конфигурации. Мы подключаем новую, нам не нужно визарда конфигурации. И начинаем конфигурировать сами. У оборудования на ЦИСК 16 уровень привилегий. Нулевой позволяет только перейти в enable, выйти и так далее. Первый – это соответствует простому пользователю, как простой пользователь Unix. Обычный юзер. 15-й – это уровень рута. А со 2-го по 14-й вы можете сами настраивать уровни привилегий, что кому что разрешено. Итак, нам нужно enable сделать. Дописывание команд также идет с помощью табуляции. Перешли. Exit – выйти из режима. Мы можем набрать начало команды и нажать знак вопроса. Он не отобразится, но у нас даст подсказку, какая команда может быть дальше. По табуляции команда опять же дописывается только когда она однозначная. Если вы набрали мало букв для однозначности команды, она не допишется. Энэйбл вошли в рутовый режим. И у CISC у нас отдельный есть режим работы и режим конфигурации. Мы должны перейти в режим конфигурации. Конфигура терминал. Опять дописываем. Можно написать было просто конфтэ. Экономится немного движения. Вначале зададим хостнейм. Хостнейм у нас иерархически будет задаваться. Это город, территория, тип оборудования и номер оборудования этого типа. Мы можем более сильно раздробить. То есть не просто номер оборудования этого типа, а номер будет создать, скажем, из места расположения, этаж, блок и так далее. И, собственно, номер оборудования. Итак, хостнейм у нас в Москве находится. Территория Донская будет называться. Это у нас маршрутизатор. Мы их обозначаем как гейтвей и единицу. Вот создали, собственно, такое имя. Если мы нажмем Ctrl-Z, то мы выйдем сразу в верхний уровень, то есть из режима выйдем из конфигурационного. Посмотрим, что у нас имеется из конфигурации. Шоу. Давайте вопрос. Что мы можем посмотреть? Тут много чего. Нас интересует Startup Config. Вот такой вот Startup Config. И это конфигурация, которая загружается роутером и которая находится в долговременной памяти. И Running Config. Это текущая конфигурация. Итак, давайте мы Startup Config посмотрим. Startup Config нет. Это show.ru сделаем. Running Config. Вот у нас Running Config. Hostname появился у нас. Интерфейсы. Мы видим два интерфейса. Нулевой первый. И интерфейс VLAN. Это VLAN по умолчанию для данного оборудования. Давайте мы запишем конфигурацию в память. Write Memory. Теперь мы можем посмотреть и собственно и Startup Config с помощью клавиш вверх-вниз пришли Startup Config. Вот у нас Startup Config появился. Он соответствует Running Config. Стоит время от времени сохранять вашу конфигурацию, чтобы не случилось каких-нибудь эксцессов. Итак, продолжаем нашу конфигурацию. Зададим адрес. У маршрутизатора адрес можно задавать напрямую интерфейсом. Итак, давайте мы еще раз посмотрим наш конфиг. Вот у нас подключено к интерфейсу нулевому, как мы помним. Он не имеет IP-адреса, дуплекс автоматический, скорость автоматически выставляется и интерфейс выключен. Shutdown. Напишем conft. Интерфейс опять же, можно сокращать. F Fast Ethernet 0.0. Поднимем его. У нас Shutdown. No будет изменять состояние. No Shutdown. Интерфейс поднялся. И зададим ему адрес. IP-адрес. Вот давайте вопрос. Вот у нас или по DHCP его можно получать или по ППП или мы вручную зададим 192.168.1.254. Обычно у роутеров задается адрес или первый из данного диапазона. Скажем 1.1 или последний 254. И маску ставим 255 255 255 0. ctrl z write mem вот наш конфиг интерфейс получил. посмотрим с pc desktop запустим command pro ipconfig это у нас эмулируется windows gateway мы пока не ставим два оборудования сейчас нам тут это не важно пропингуем адрес ping 192 168 1 254 пингуется значит после этого нам необходимо как-то подключаться удаленно а именно по telnet или по ssh дело в том что ssh опять же не во всех версиях прошивки cisco стоит telnet стоит во всех поэтому давайте мы сейчас посмотрим как подключаться по telnet а потом будем подключаться по ssh и так опять в режим конфигурации дальше зададим виртуальные терминалы количество виртуальных терминалов соответствует количеству сессий то есть каждая сессия будет занимать один виртуальный терминал ну обычно используется от 0 до 4 ну вот вы можете посмотреть опять же сейчас шоуру у нас вот терминалы консоль aux vti терминалы и вообще конечно терминалы до 15 виртуальные и так conft line vti 0.4 зададим пароль на вход по этому терминалу паспорт паспорт пусть будет циско логин можно логинить ctrl ctrl давайте посмотрим что у нас напишем так пингуется и талантом талантом подключимся талант пароль талантом в циски воткнул консольный провод сразу можете конфигурить не очень удобно давайте мы на консоль поставим пароль конфт line консоль 0 пароль ну я ставлю такой же на самом деле может другая логин логин это подключает логин из локальной базы теперь давайте зададим пароль на суперпользователю надо задать enable password или enable secret тоже циск чем отличается пасворд от секрета давайте посмотрим текущий конфиг вот enable secret у нас в виде какого-то хэша соответственно мы не знаем что это за пароль а когда мы задали просто пасворд то мы видим что этот пароль у нас в открытом виде нехорошо чтобы пасворд тоже шифровался мы зададим команду сервис пасворд анкрипшн и так теперь опять смотрим конфиг вот сервис пасворд анкрипшн задано и что мы видим что у нас пароль шифруется семерка и пятерка это разные типы криптования запишем записали конфиг теперь мы опять по толнету зайдем циска и enable теперь точно работает давайте еще один уровень защиты зададим мы зададим пользователя по умолчанию просто никого пользователя админ просто пользователя то есть у него будет первый уровень привилегий на самом деле мы можем задать пользователя разным уровнем и каждому уровню вывесить какие команды он может использовать значит юзерней имя пользователя админ это мы нажимаем знак вопроса уровень привилегий первый уровень привилегий и дальше можем задать паспорт или секрет будет секрет это же циск запишем подключимся телнет чтобы чтобы этот пароль появлялся чтобы этот пароль появлялся нам нужно перейти на новую модель аутентификации модель с помощью они и модель мы можем подключать внешние уровни внешние сервисы аутентификации пока мы это не будем делать а что мы сейчас делаем мы сейчас сконфигурим доступ по ssh чтобы был не в открытом виде криптована и так для ssh нам нужно во-первых задать домен домейный идти он не дописывает пока несколько одинаковых айпи домейный донская руден ru теперь мы должны сгенерить ключ тут у нас только рс и ключ 2 2048 давайте сгенерим потому что 512 явно мало 1024 тоже немного 2048 сгенерились ключ и теперь подключим line в этой 04 и теперь нам нужно подключить определенный транспорт то есть как мы будем подключаться транспорту с htl нет ол и так далее если мы зададим ол то будет оба протокола если мы задаем талнет будет талнет но поскольку мы решили что раз у нас есть саж будем пассаж подключаться только с саж зададим все и так вот собственно мы и провели первоначальную конфигурацию маршрутизатора теперь мы его можем выставлять сеть и продолжать конфигурацию удаленно с нашего хоста тут у нас тут у нас нужно провести в нашей схеме некоторые улучшения мы хостнейм поставим чтобы он отображался и на картинке то есть сейчас у нас отображается на роутер один сделаем чтобы он отображался такой же как мы сконфигурили и мы можем что сделать загрузить конфигурацию полностью стартап если у нас она уже есть или экспортировать вот она экспортируется в виде файла и эту конфигурацию вы можете приложить к своему отчету и так же вы running конфиг можете экспортировать и вы можете кусок добавить к running конфигу это сейф он задает что write-mem фактически вот таким образом мы сконфигурили наш маршрутизатор это сейф подбор это сейф покинул на 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 на